Здравствуйте! В этом и еще нескольких видео мы подробно с вами рассмотрим три наиболее популярные радиаторные системы. Двухтрубную, однотрубную и лучевую. Делать мы это будем с помощью трехмерной модели здания, небольшой одноэтажный домик с тремя жилыми комнатами, гостиная объединена с кухней, тамбур, котельная и небольшой санузел. Это реальное здание, в котором мы монтировали отопление несколько лет назад. И в этой модели мы выстроим три наши системы, для того, чтобы мы могли их сравнить между собой, выявить сильные и слабые стороны каждой в отдельности. Также ответим наиболее распространенные вопросы, такие, например, как распределять мощности, как правильно настраивать систему для того, чтобы все радиаторы имели одинаковую температуру, как подбирать диаметры, как избежать гидравлических шумов, ну и прочее, и прочее. Также рассмотрим наиболее часто встречаемые ошибки при расчете и монтаже подобных систем. Ну и напоследок мы каждую из этих систем сравним в стоимости в двух материалах, в полипропилене и в металлопласте. Первая система, которую мы с вами рассмотрим, двухтрубная. Наверное, самая распространенная система. Ну, я понимаю, не везде, конечно же, но в большинстве своем, да. Как можно догадаться из названия, предполагает наличие двух труб, подачи и обратки, которые пролегают от котла до последнего радиатора, образуя собой магистраль, к которой подключены все остальные приборы параллельно. В результате каждый из приборов имеет свою подачу и обратку. Система обладает рядом достоинств и недостатков. Из достоинств, в первую очередь, стоит выделить максимально стабильную работу системы. В правильно собранной системе и отбалансированной все радиаторы имеют абсолютно одинаковую температуру и не оказывают влияния на работу друг друга. Далее, компактность этой системы. У нас по периметру всего две магистральные трубы, к которой подключены все остальные припоры. Ну и возможность скрытого подключения. Допустим, если мы посмотрим на наши радиаторы в здании, то мы видим, что у нас в интерьере есть только лишь радиатор и запорно-регулирующая арматура. Все остальные трубы скрыты в стену или в стяжку. Позже мы еще на примере других систем увидим, что это не всегда возможно. Ну и последнее, наверное, это стоимость. Как правило, если мы сравниваем с другими нашими системами, которые мы будем собирать, конечно же, правильно, то двухтрубная система чаще всего обходится дешевле. Но, повторюсь, это нам еще предстоит с вами выяснить. Из недостатков сразу отмечу сложность этой системы. Она очень требовательна к расчетам и к монтажу. Если где-то были допущены ошибки, то с большей долей вероятности это отразится на будущей работе системы. Максимальная требовательность к балансировке. Без балансировки этой системы не будет работать нормально. Дело все в том, что теплоноситель из котла будет, большая часть теплоносителя будет проходить транзитом через первый радиатор, возвращаясь обратно в котел. И для последующих радиаторов у нас образуется дефицит. Для этого мы должны установить запорно-регулирующую, обязательно, арматуру для этих радиаторов. Мы не можем сюда поставить шаровые краны, ничего не получится. Только запорно-регулирующая арматура и обязательно их настроить, ограничив первым радиатором расход для того, чтобы большая часть теплоносителя шла дальше по магистрали и всем приборам его хватало. Иначе получится так, что последние из радиаторов у нас могут быть вовсе холодные. Ну, наверное, из недостатков это все, но они, скажем таки, самые глобальные и самые существенные. Далее рассмотрим основные вопросы, которые возникают при расчете подобной системы. Вопрос номер один у всех и всегда – это какое количество радиаторов можно разместить на одной магистрали. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с основой. Как вообще теплоноситель попадает в наш радиатор? Думаю, ни для кого не секрет, что внутри котла, ну, чаще всего, есть свой насос, который создает перепад давления между подачей и обраткой и заставляет теплоноситель двигаться по нужному пути через наши радиаторы. Радиаторная сеть, в свою очередь, имеет прямую зависимость от протяженности к ее сопротивлению. Ну, чем длиннее сеть, чем больше сеть, чем больше радиаторов у нас на одной магистрали, тем логичнее сопротивление этой магистрали будет больше. Так вот, котловой насос, как правило, имеет потенциал, позволяющий снабдить теплоносителем сеть из нескольких десятков радиаторов. Для многих это может быть удивлением, но это действительно так. И возникает логичный вопрос, а в чем же тогда проблема, если мы можем создать одну единственную ветвь, ну, пускай там с каких-то крупных диаметров, и на одну единственную ветвь разместить все наши радиаторы, и как бы все у нас должно складно работать. Так вот, основная сложность заключается в том, что перепад давления, который котловой насос создаст на первых радиаторах, будет настолько большой, что отбалансировать эту систему будет крайне-крайне сложно. Первые радиаторы придется шунтировать до такой степени, что проход внутри крана балансировочного букса останется, ну, едва ли не чуть с иголку. И этот проход будет периодически забиваться, радиатор будет периодически отказывать в работе. Но, опять-таки, выловить настройку будет очень-очень сложно. Следующее, что нужно знать, это то, что заборно-регулирующая арматура радиаторная, она, как правило, имеет свой допустимый перепад давления. Обычно он находится в районе 20 килопаскаль, ну, большинства из производителей. Кто-то считает, что лучше не создавать перепад давления выше, чем 10 килопаскаль. Иначе мы можем столкнуться с гидравлическими шумами. Я думаю, жильцы новостроек знакомы то, о чем я сейчас говорю, когда ночью мы слышим шум в радиаторе, когда у нас абсолютная тишина, мы уже начинаем слышать посторонние звуки. Так вот, эти звуки создаются как раз-таки в этом клапане. Когда теплоноситель проходит через клапан, через тоненькое-тоненькое отверстие, особенно когда радиатор взяли с запасом размер, и головка его постоянно пытается при закрытии, и остается очень маленький проход. И в результате этот клапан начинает шуметь. Сам же радиатор работает подобно динамику. Он очень хорошо распространяет эти звуки. На моем личном опыте я скажу то, что я слышу звуки, шумы в радиаторе уже на 8 килопаскалях. Мы в своих проектах стараемся эти величины использовать не выше, скажем таки, 5-6. Есть 8 крайние случаи тогда, когда у нас радиатор находится не в спальном помещении. Это может быть гостиная, ванная, ну, либо еще какое-то другое. В этом случае мы только допускаем перепад давления выше 8 килопаскалей. В нашей системе 10 радиаторов. И если все 10 радиаторов мы подключим к одной магистрали, воспользуемся другой программой, которая чаще делала гидравлические расчеты, смотрите, то же самое здание, источник, то есть наш котел, и, соответственно, вот все 10 радиаторов подключены одной магистралью, на последнем радиаторе магистраль заканчивается. То мы увидим, что перепад давления общий составляет на всю сеть 16,3 килопаскаля. Нам это значение еще понадобится для сравнения, потому мы его запишем. И самое важное, берем первый радиатор, наводим на клапан, и видим то, что у него перепад давления составляет 11,5 килопаскаль. 11,5 килопаскаль. О чем это говорит? Это говорит о том, что такой радиатор с большей долей вероятности ночью будет шуметь, и сбалансировать такую систему будет очень проблематично. Как мы должны поступить в данной ситуации? Мы должны разделить эту систему на две части, на правую и левую ветвь. Разделить мы должны не по количеству приборов, а по их мощности. Радиаторы бывают маленькие, бывают большие, соответственно, нагрузка тоже абсолютно разная. Мы должны высчитать таким образом, чтобы и в правую и в левую часть более-менее было количество одинаковое. В нашей модели нагрузка одинаковая. В нашей модели так получилось, что нагрузка примерно одинаковая. Но если у нас возникают сложности, допустим, получается, что с правой стороны у нас большой перевес, тогда мы смело отходим магистраль и подключаем еще один дополнительный прибор. То есть разрыв между ветвями будет не здесь, не на вот этих двух радиаторах, а, скажем таки, вот здесь или дальше. То есть пускай не пугает вас то, что на одной части у нас находится шесть радиаторов, на другой четыре. Повторюсь, самое главное это нагрузка этих радиаторов на нашу сеть. Если мы разделим нашу систему на две ветви и сделаем в этой же программе перерасчет, то можно увидеть то, что общий перепад давления снизился до 10,6 кПа, с 16 к 10,6 кПа. И перепад давления на клапане у нас составляет 4,9 кПа. 4,9 гарантия того, что никаких шумов у нас никогда не возникнет и проблем с балансировкой в том числе. Я прекрасно понимаю, что если вы смотрите это видео, то, вероятно, рассчитать перепад давления на вентиле вам будет сложно. В этом случае держитесь рекомендацией размещать на одной ветве не более шести адекватного размера радиаторов. Тогда с какими-либо шумами или проблемой с балансировкой вы вряд ли столкнетесь. Далее. Есть у нас такая вещь под названием Тихельман. Многие ошибочно воспринимают это за отдельную систему, но на самом деле это всего лишь вариация двухтрубной сети. Смотрите, как мы уже выяснили, у нас подача и обратка пролегают от котла к последнему радиатору. И все радиаторы, все приборы подключены к этой магистрали параллельно. Тихельман имеет несколько иную конфигурацию. Для этого мы удалим вот этот участок. Опустим наш уголок чуть-чуть ниже и подключим трубу. Зайдем теперь вот так с тыльной стороны и подключим ее вот сюда. Вот. Вот наша схема Тихельман. В чем ее главное отличие? В том, что у нас подача, как и была, проходит от первого к последнему радиатору, а обратка наоборот, от последнего к первому. И с гидравлической точки зрения это несколько облегчает балансировку нашей системы, потому что в такой конфигурации у нас с точки зрения гидравлики, ну, если можно так сказать, нету первого или последнего радиатора. Если здесь подача первая, то обратка последняя. Ну и наоборот, на последнем радиаторе, если у нас подача последняя, то обратка первая. Это несколько, как я сказал, несколько облегчает нам балансировку. Если мы посмотрим на гидравлический расчет, то перепад давления, смотрите, во-первых, вот мы, наша подача как и была, так и осталась, а обратку мы переподключили. Теперь она у нас от котла уходит в другую сторону и заканчивается последним радиатором. И сопротивление нашей системы возросло до 14,6. То есть на двухтрубной, напомню, было 10,5, теперь стало 14,5. Ну, я округляю. Но между тем, перепад давления на вентиле, если вот мы смотрим первый радиатор, перепад у нас составляет уже 3,8. Перепад действительно становится ниже. Такую систему я применял, ну, может быть, несколько раз на своей практике, когда я видел какое-то преимущество между, перед, скажем таки, двухтрубной системой. Опять-таки, наверное, есть преимущество тогда, когда у нас на радиаторах вместо запорной арматуры установили, ну, по какой-то причине, шаровые краны. Тогда, конечно, Тихельман и только Тихельман может спасти подобную систему. Но если у нас есть запорная арматура и система рассчитана должным образом, тогда в Тихельмане необходимости нет абсолютно никакой. Более того, Тихельман делает систему немного дороже, потому что там используются больше диаметры на определенных участках. И если совершить ошибки, то можно получить проблемы в виде разворота теплоносителя, ну и еще некоторые сложности. И последнее, с чем нам осталось разобраться, это трубы. Ну, точнее, диаметры. Как быстро и просто мы их можем подобрать. Пропускная способность трубы рассчитывается по следующей формуле. Объем равняется π, умножаем на диаметр в квадрате, разделить на 4 и умножить на v. Это скорость потока в метр в секунду. Мы узнаем объем теплоносителя, который способна пропускать наша труба. Но нам нужно знать мощность. Для этого мы полученный объем должны умножить на дельту Т. Это разница между подачей и обраткой. Чаще всего принято считать 80 на 60 умножить на 1,163. Это перевод из калорий в ваты. И в результате мы узнаем заветное число, тепловую мощность, тепловую нагрузку, которую способна наша труба нам обеспечить. Не торопитесь переключать. У нас есть для вас очень большое упрощение. Зная наши переменные дельту Т и рекомендованную скорость в не более 0,5 метров в секунду, мы можем рассчитать то, что каждый миллиметр сечения нашей трубы способен пропускать 41 Вт. Мы все упрощаем, потому берем 40 Вт на каждый миллиметр сечения нашей трубы. Для тех, кто забыл, как посчитать площадь сечения, мы должны, ну, π квадрат из школы, да, запишу, π радиус в квадрате, то есть мы должны 3,14 умножить на радиус в квадрате. Радиус в квадрате это половина диаметра. Диаметр не наружный, а именно внутренний. Мы измеряем внутренний диаметр. В 26 трубе это 20 миллиметров внутренний диаметр. Соответственно, половина диаметра радиуса это 10 миллиметров. 10 миллиметров в квадрате, 10 умножаем на это же число на 10, получаем 100. То есть 3,14 мы умножаем на 100, получаем 314 миллиметров площадь нашего внутреннего сечения. И каждый из этих миллиметров способен переносить у нас 40 Вт. Умножаем 314 на 40, получаем приблизительно 12 киловатт. То есть 12 киловатт это та тепловая нагрузка, которую нам наша труба сможет обеспечить с разницей подачи 20 градусов, не превышая скорость 0,5 метров в секунду. На самом деле очень просто. Если запомнить вот это число 40 Вт на миллиметр сечения, вы всегда этим сможете пользоваться, буквально на пальцах посчитать нагрузку на какую-либо труб, которую мы можем подключить. Далее, как определить сколько радиаторов мы к этой трубе сможем подключить? Если мы возьмем отдельный радиатор, мы должны узнать его мощность. Мощность будет в паспорте, но мы должны понимать то, что это значение, как правило, всегда завышено производителем. Мы или находим реальное значение, там бывает такое указывают на ΔТ в 50, а не в 70, либо от того числа, которое указывает производитель, спело отнимаем процентов 30, и то уже будет больше похоже на правду. Среднеразмерный радиатор, допустим, если мы себе представим в киловатт, то эта труба способна снабдить теплоносителем 12 таких радиаторов. Звучит невероятно, но помните то, о чем мы с вами недавно говорили, то, что 12 радиаторов мы потом с вами сбалансировать вряд ли сможем, соответственно, если только мы будем подключать в стороны разными ветвями. Если и вот это все вам считать лень, или не хотите вы с этим связаться, тогда запомните простое правило, то, что мы должны переходить на диаметр выше. Ну, если мы берем уж совсем усредненное значение, у нас обычные радиаторы, а не какие-то там суперогромные, то мы через каждых три радиатора должны менять диаметр. Давайте смотреть на наши модели. Мы видим последний радиатор, отсюда у нас вот металлопласт выходит 16 труба. На следующем у нас она все еще 16, доходит до третьего радиатора, и вот здесь вот на тройниках она уже переходит на 20. То есть у нас вот этот радиатор, вот этот и вот этот подключены на 16 трубу. Дальше у нас идет магистраль 20. Вот один радиатор к ней подключен, вот второй, но до третьего не дошло. Здесь у нас уже котел. В другую сторону та же история. С последнего радиатора начинаем. 16, 16, 16. Вот эти короткие участки у нас 16. Вот здесь у нас уже стоят тройники на 20. Вот 20, 20 и до котла мы опять-таки дошли 20 трубой. К котлу мы поднимаемся уже 26 трубой. Вот котел, подвод к котлу это единственное исключение, где мы можем это значение превышать. Мы можем брать не 40, а можем эту цифру умножать вдвое. Почему? Потому что короткие отрезки большой проблемы нам не создадут. Вы в этом можете убедиться, если откроете крышку котла и увидите, каким диаметром там внутри сам котел обвязан. К примеру, допустим, если мы берем котел 36 кВт, то внутри вы вряд ли найдете не 35, не 28, а скорее всего это будет 22. Второй медью все обвязано исключительно из этих соображений. Так что вот эти участки, если вы вдруг приходите и понимаете, что на эти участки у вас вылазит там чуть ли не 32 труба, металлопласт не надо. Мы можем смело брать меньше диаметра, ничего в этом плохого не случится. Как и обещал, мы рассчитаем нашу систему в двух материалах. В полипропилене и металлопласте. Есть несколько условий. Первое. Трубы должны обязательно иметь диффузионную защиту. Второе. Трубы должны быть одного производителя. Было бы неправильно выбрать дешевый металлопласт и дорогой полипропилен, ну или наоборот. Ну и последняя стоимость должна быть открытая и указана на сайте производителя или поставщика, для того, чтобы вы самостоятельно все могли проверить. Таким производителем у нас будет Валтек. У него есть и металлопласт с внутренним слоем, вшитый полиэтилен и системой пресс-фитсингов. И полипропилен армированный алюминием, который, повторюсь, нам нужен для диффузионной защиты. Первое. Расчет в полипропилене. Смотрите. Двадцатой трубы мы использовали 80 метров. Двадцать пятой. Тридцать пять метров подъема к котлу у нас тоже из двадцать пятой трубы. Так, тридцать второй нам в этом видео не понадобится. Дальше уголки. Пятьдесят восемь штук. Дальше там тройники, переходные всякие. И резьбовые фитинги. Двадцать на одна вторая головка. Это подключение к нашим радиаторам. Десять радиаторов, соответственно, двадцать головок. Подключение к котлу еще. Двадцать пять на три четверти. Вот. Всего вместе у нас насобиралось на двадцать три тысячи девятьсот рублей. Я округляю. Получается двадцать три и точка девять. Вернее, запятая. Металлопласт. Шестнадцатой трубы у нас было затрачено шестьдесят пять метров. Двадцатой трубы нам понадобилось для этой системы пятьдесят метров. И двадцать шестой три метра. Помните, я говорил, что вот этот подвод к котлу, в нем можно нагрузку считать в два раза выше. Но здесь мы считать ее не стали. Уже подвели двадцать шестую трубу. Хотя, вот по расчетам, в принципе, даже бы двадцатая хватило. Далее. Тройники. И те же самые переходы на наружную резьбу. Шестнадцать одна вторая в нашем случае. Тоже двадцать. И подключение двадцать шесть на три четверти. Два к котлу. Всего вместе на тридцать две тысячи пятьсот рублей. Так. Тридцать две и пять. Вот и наша разница. Двухтрубная система в поле пропеления обходится почти в двадцать четыре тысячи. Ну, а в металлопласте в тридцать две с половиной. На этом наше видео о двухтрубной системе, считаю, можно заканчивать. Далее мы разберемся со следующими нашими системами. И в том числе определим, во сколько в этом же здании нам обойдется лучевая или однотрубная в тех же двух материалах. Всего хорошего. До свидания.